В 1994 году также в Сукулуке и в Токмаке уже были организованы станции социальной помощи. И, значит, эти проекты, они полностью финансируются из бюджета правительства Германии. Задачи были точно такие же, чтобы помочь лицам немецкой национальности, для того, чтобы сократить, опять-таки, миграционный процесс в Германию. Изначально, когда эти проекты были открыты, было положение такое, что через немцев для всех, то есть помощь оказывали немцам, но и через немцев мы имели право оказывать помощь лицам другой национальности, кто обращался за социальной помощью. Ну, в то время у нас по переписи на 1976 год, Токмак, он очень многонациональный город, и у нас проживало 125 тысяч лиц немецкой национальности. У нас очень было много лиц немецкой национальности в городе. Ну и где-то уже 89-88 год пошла большая активность миграции. Мигрировать стали большое количество людей. На момент, когда мы открыли станции, значит, еще немцев проживало очень много, и было разработано такое положение, значит, обслуживали немцев, но правильно сказать, что если я немец, и я должен получать эту помощь, то нет. Значит, была определена категория лиц, которая могла обращаться и получать эту помощь. Это в основном были трудоармейцы, это то, что вот я вам говорила про спецпоселенцев. Из этих спецпоселенцев были и люди, которые были в трудовой армии, трудоармейцы. Трудоармейцы, многодетные семьи, имеющие много детей, инвалиды первой и второй группы и одинокие престарелые люди. Ну, были семьи, кто-то вымер, кто-то выехал, кто-то есть такие семьи, которые выехали в Германию, а, допустим, родители здесь остались. Или же наоборот, есть родители выехали, а дети здесь остались. В 1996 году, когда было дополнение в законе, и для переселенцев наших, которые мигрируют в Германию, было издано в законе дополнение, чтобы сдавать обязательно шпрахтест знания языка, ввиду того, что в Германии наши люди тоже стали иметь проблемы от того, что не знают язык. И, конечно, шпрахтест не каждый человек мог сдать, потому что по определенным причинам разговаривали очень мало на родном языке. Как себя называют люди там? Киргизстанцами? Либо немцами? Я не могу ответить вам.